Сохранить специалистов в селе жилищными условиями. В Куйбышевском районе построили уже пять домов в рамках областной программы комплексного развития территории. Кто вкладывает средства в своих сотрудников, узнала Оксана Тимошенко. Пить хорошо, хорошо, тепло. В новый дом семья Эдуарда Подгорного заехала три месяца назад. До этого 12 лет ютилась в небольшой постройке по соседству. Хозяйка дома Татьяна особенно рада большой кухне. Ну там больше пространства печь русская занимала, поэтому там было не пройти и не проехать. Здесь уже простор уже. Я даже объяснить не могу просто. Там это надо было просто видеть. Маленькая комнатушечка такая. Темно. Сейчас окно такое большое. А там темно. Там без света мы почти не находились. Все удобства теперь тоже в доме. Горячая и холодная вода, душ, санузел. У каждого члена семьи своя комната. На всех 64 квадратных метра. О переезде в город даже не думают. Эдуард в родном селе трудится механизатором. Его супруга – оператор машинного доения. Уже здесь полжизни прожил. Колхоз есть, работа есть. Здесь зарплату платят куда еще. Более дом сейчас такой. Улучшить жилищные условия семья Подгорных смогла благодаря областной программе комплексного развития сельских территорий. На постройку дома получили социальную выплату почти полтора миллиона рублей. Еще 700 тысяч добавило сельхозпредприятие. Мы не против еще желающих. Если кто-то будет, мы все равно будем вкладывать деньги. Вот у нас механизатор. Позапрошлым году мы построили дом, сдали Мурашко Владимир, он управляющий. Мы не выбираем, кто. Вот сейчас на сегодняшний день, если будет еще механизатор, скотник, доярка, пожелает по этой программе строить, то мы поддержим любого. За время действия программы сертификаты получили пять куйбышевских семей. Надо жить на селе постоянно, быть нуждающимся в улучшении жилищных условий, иметь 30% заемных средств, построить этот дом. И с момента получения свидетельства на постройку дома надо отработать пять лет в хозяйстве. В этом году строительство нового дома рассчитывает начать еще одна сельская семья. Согласно условиям договора, стать новоселами должны будут в течение двух лет. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС.